МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. 2015 объявлен Годом русской литературы о том, как учреждения культуры к нему подготовились и что ждет посетителей, в частности, Самарского литературного музея. Об этом мы будем говорить сегодня. В нашей студии заместитель директора по научной работе Андрея Рымарь и заведующий экспозиционным отделом Самарского литературного музея Олеся Отрощенко. Наш телефон 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями от посещения нашего Самарского литературного музея. Здравствуйте, Олеся и Андрей. Скажите, пожалуйста, то, что 2015 год объявлен Годом литературы, это вообще отразится как-то на работе музея? Вы будете такие вот принципиальные делать экспозиции, посвященные вот этому событию в жизни страны, так громко скажем? Или у вас как вот шла работа, так она и будет вестись дальше? Ну, конечно, отразится. Хотя мы действительно литературный музей, поэтому литературой и так стараемся заниматься, и стараемся заниматься ей больше. Но тут действительно так совпадает, что на 2015 год у нас приходится несколько принципиальных литературных проектов, например, связанных с возвращением в наш музей, скажем так, Горького, собственно, в честь которого он и назван. Ну и еще есть несколько, я не знаю, как мы последовательно будем рассказывать. Да, сейчас будем последовательно обо всем говорить. Олеся, вы автор таких интересных проектов, идей. Вот можно вспомнить, в прошлом году вы делали такой проект, посвященный, казалось бы, не имеющему к литературе событию. Это 14 февраля, день всех влюбленных, но все равно к этому как-то подвели и литературу. В этом году чем вы будете заниматься, и какой будет ваш первый проект в этом году? Не этот ли, который был в прошлом году, потому что дата подходит уже 14 февраля? Ну, 14 февраля это была просто небольшая акция, всего лишь просто красивая. Ну, любовь, она всегда с литературой связана, почему нет? Но в этот раз, наверное, мы как-то более лаконично отметим 14 февраля, потому что у нас гораздо более крупные сейчас проекты делаются, и большая работа ведется. Да, ну вот так все интригуете, интригуете. А вообще, вот если говорить о литературном музее сегодня, вот какова концепция литературного музея? То есть вы во всем, во всех своих проектах отталкиваетесь от литературы. Но вот если для обывателя литература это книги, да, вот сейчас электронные книги, или книжки вот в таких обложках, да, вот к чему мы привыкли, книги, то для вас литература это что? И как вы в своих проектах все это видите, потому что там вот такого прямого отношения к книгам, да, вот не всегда это чувствуется. Вот расскажите, что такое представляет из себя литературный музей, какая концепция сегодня вообще литературного музея? Ну, литература красива и хороша тем, что она в целом про жизнь, про мир, про те смыслы, которые вот здесь существуют у нас, между нами и в целом. Да, поэтому, конечно, любой проект может быть связан с литературой, любое, я не знаю, когда мы говорим о каких-то утопических концепциях, вот в прошлом году мы о них говорили, это непосредственно вело нас к соответствующей литературе, там, утопия и прочее. Поэтому, в общем, вокруг нас все является текстом, и все является литературой. А, все-таки здесь вот текст, ключевое слово, да, ну, вот просто в современной реальности так все быстро меняется. Вот книгу я упомянула, да, вот эта вот книга наша традиционная, сегодня уже электронная, и то уже это стало привычным делом. И вообще вот текст, вот вы сказали, ключевое слово текст, он сегодня как меняется сам по себе. Если мы перейдем от прежних развернутых литературных традиционных текстов, то сегодня общение, да, вот посредством этих электронных всяких гаджетов и так далее происходит в укороченной форме. Вот что происходит сегодня с литературой? На самой литературе это как-то отражается или нет? Ведь это же все взаимосвязано, наверное. Ну, конечно, да, она впитывает формы из окружающего мира, в том числе, естественно, на нее влияют интернет-форматы, на нее влияют ЖЖ, Фейсбуки. То есть авторы тоже начинают мыслить такими вот короткими периодами, с одной стороны, да, с другой, она, текст вообще все больше сливается с картинками, потому что, ну, вас как же трудно представить пост в ЖЖ без картинки, да? Да, такая визуализация дополнительная происходит, да? Да. Ну и вы знаете там, что давно уже привычным стал формат аудиокниги, то есть слово, оно перестает быть холодным и печатным, да? Оно все чаще становится звучащим или сразу поданным в виде какого-то образного ряда. Но это не то, чтобы вот такое уж принципиальное изменение. Ну, ничего себе. Да, все равно люди думают в какой-то степени словами. Ну, смотря как смотреть. Потому что если посмотреть, вот опять же это, если раньше, если просто читать вот книгу, да, литературу или текст, это же такая большая работа должна проходить в мозге по визуализации, по тому, как все это звучит, да, это дополнительная работа. А сейчас все это облегчено. Если поставил картинку, быстрее посмотришь на картинку, короткую подпись подпочитаешь, если тебе аудиосопровождение еще тут вылетает что-то, да, это уже как-то совершенно меняется само восприятие книги, литературы, текста. Вот вы как научный работник. Мне очень интересно, над чем сегодня работаете вот в этом отношении. Ведь это тоже нужно изучать, чтобы потом показать следующим поколениям, что вот в это время происходило вот такое-то. Ну, мы плотно современной литературой занимались, скажем, в прошлом и в позапрошлом году, а сейчас мы как раз пытаемся применить эти наработки к более классическим текстам. То есть мы занимаемся их адаптацией к современному мышлению, к тому, о чем вы сказали. Ну и вот в том числе мы через месяц-другой открываем выставку о творчестве и жизни Горького и надеемся там показать не только какие-то факты, как мы знаем, он прожил в Самаре год с небольшим, показать не только какие-то факты из его жизни, а то, как он писал, зачем он писал, то есть как он моделировал мир, там, менял реальность вокруг себя. Он же не только, ну, скажем, ввел новый тип героя в литературе и даже новый тип читателям, да, он стал самым популярным писателем вот для читателей, ну, скажем, из низов, там, таких рабочих заводов или там мелкой интеллигенции, а он еще, например, ввел там новый стиль жизни, да, ввел модно-бродяжничество там в России и там даже новый тип одежды. Да, да, кстати, вот когда вспоминаешь Горького, именно на одежду, почему-то вот его одежда как-то визуализируется, так сказать. И вот так вот, то есть мы пытаемся говорить о литературе в связи с тем, что можно назвать умным словом жизненной стратегией, то есть как в целом человек себя позиционирует в жизни, как он пытается влиять на мир, пытается его понимать, и это, он делает это не только через текст. Да, ну еще вот и своей личностью, да, писатель. А почему вам пришлось, вы сказали, мы вот возвращаемся к Горькому, а что вас подтолкнуло именно в этом году вернуться к Горькому и начать вот такую подробную работу именно вот с этим писателем? Ну, во-первых, это давняя, можно сказать, боль, не боль, но такая история нашего музея, который возник именно благодаря Горькому, то есть он основан в 40-е годы, вот когда архив Толстого еще, в общем-то, и не был тут найден, вот, а потом так был сильно перенесен акцент на Толстого, и там наложились еще всякие технические проблемы, что Горький постепенно как-то отошел на задний план, и вообще несколько лет у нас не было никакой экспозиции по нему. Ну и вот когда-то надо было, да, и, конечно, администрация города вот в прошлом году выделила небольшие, но внушительные по нашим меркам средства на то, чтобы все-таки этим вопросом заняться. То есть появилась такая финансовая возможность, да? Олесь, у вас будет что-то связанное в вашей работе с Горьким? Какой-то проект, может быть? Да, так как я заведую экспозиционным отделом, то есть я занимаюсь как раз непосредственно выставками, и вот этот проект по Горькому, который курирует Андрей Николаевич, разумеется, я тоже в него активно включена, и всем отделам мы там пытаемся что-то придумывать, изобретать. Так, вот теперь давайте подробнее, что же это будет за проект, чтобы уже готовить посетителей ваших, настоящих и будущих, чтобы они пришли все-таки, когда это будет, когда вы планируете, что это будет за проект? Ну, называется, называться будет выставка «Воображаемая квартира Алексея Пешкова в Самаре». Правильно? И мы отталкиваемся от того, что когда-то в нашем городе приехал сюда Максим Горький всего на полтора года, но, тем не менее, очень всколыхнул здесь общественность, жизнь вот эту провинциальную. И как он жил? Он обосновался в очень небольшой аскетичной такой квартирке, и какое-то время вот здесь, в Самаре, был музей, в котором эта квартира была восстановлена. Это был как бы центральный объект всего музея литературного квартира Максима Горького в Самаре. Но так получилось, что в связи с разными обстоятельствами она была утрачена, и сейчас мы ее восстанавливаем в таком виртуальном немного виде в рамках нашего музея. Причем это будет не точное копирование этой квартиры, этой комнаты, но это будут вариации и фантазии на эту квартиру. На тему того, какая была комната, да? Да. И кроме того, это комната, которая представляет собой сознание Максима Горького, так скажем. То, что происходит у него в голове. Все эти объекты, которые у нас будут в экспозиции, они будут связаны не просто с тем, что вот кровать, на которой он спал или мог бы спать, или стол, за которым он писал или мог бы писать, но это стол как некий символ в сознании Горького, в его творчестве. И куда он нас может отослать, к его работе журналистской, к его коллегам и друзьям. Да, очень интересно, очень интересно. Вы знаете, вы сказали, что это будет такой некий виртуальный проект, ну, в представлении. Это не оттолкнет таких вот посетителей, так скажем, возрастных, которые привыкли потрогать. Ну, не потрогать, нельзя трогать, а вот увидеть там что-то там в комнате, такие-то вещи, да, там Максиму Горького еще в старом таком представлении, да, музее. У меня сложилось впечатление, что вы ориентированы на более такую молодую публику уже, вот благодаря вот этому виртуальному вашему представлению. Или нет? Виртуальное, может быть, не совсем удачное слово, потому что это не внутри там какого-то гаджета будет существовать, а это, так скажем, метафора скорее, да, квартира как метафора. А, мне показалось вообще, что придешь, и нужно что-то куда-то смотреть, и там все виртуально. Это виртуально по отношению к той реальной квартире, которая была когда-то, там, больше ста лет назад в Самаре. Да, виртуально в том смысле, что это его внутренний мир. Вот, а так, наоборот, мы надеемся, что там можно будет и потрогать, и даже, я не знаю, там... Подвигать. Да, сфотографироваться в костюме Горько. Ну, то есть у нас всегда что-то можно делать, то есть как-то включаться активно. И все-таки вот хочу уточнить ответ на свой вопрос. Вы рассчитываете вот сегодня свою деятельность, работу музея, и на какую в большинстве своем публику? Все-таки вы же ориентируетесь, да, на какой возраст, прямо если спросить? На молодежь в основном, на детей, на родителей, на бабушек, дедушек, которые приходят со своими внуками. Тут вопрос сложный в том смысле, что действительно, мы должны сделать продукт, который будет интересен всем. Потому что, с одной стороны, к нам будут ходить школьники, и мы должны там отразить какие-то ключевые моменты, там, по школьной программе, связанные с Горьким. И быть понятным им, и доступными, да. А с другой стороны, разумеется, придет консервативная публика, которая тоже должна как-то это понравиться, и мы должны до них достучаться. Но, в общем-то, мы всегда в нашей работе исходим из того, чтобы сделать то, что нас самих захватывает в первую очередь, да, и, соответственно, сделать какой-то качественный продукт. А дальше, я думаю, что он будет близок многим. — Понятно. Андрей, вы как научный работник, вот когда, благодаря, кстати, работе вашего музея, мы много узнали об Алексее Толстом, о том, что это была противоречивая достаточно фигура, да, и к ней неоднозначное отношение, как к писателю, как к тому, что он взаимодействовал со властью, ну и так далее. В фигуре Горького есть какое-то противоречие? Вот вы уже начали, подошли вплотную, наверное, к этой личности, да, к фигуре, к писателю, какое-то у него есть противоречие? Тем более, что время было революционное, да, тогда, наверное, тоже без этого не обошлось. — Ну, да, есть противоречие, скажем, между тем, чем он хотел стать, и чем он стал. Вот мы как раз в этой выставке пытаемся говорить о том, что у него было такое очень хорошее романтическое несогласие с миром, то есть, которое есть. — Так, романтическое несогласие очень звучит интересно. — Ну, если по-простому, это когда человек входит в ситуацию, и ему говорят, ну, давай, я не знаю, работай за три копейки, вот такая, через год ты станешь этим, а через год еще вот этим, потом умрешь постепенно, да, он говорит, а почему, собственно, должно быть так? Я не буду это делать, я буду делать что-то совершенно другое, то есть, он никогда не смиряется, да, все время переворачивает ситуацию в свою сторону, да, это что в литературе, что в жизни он этим занимался, и он действительно очень сильно повлиял на современную ему публику, но я уже говорил, что он фактически вывел новый тип читателей, вот, но при этом, конечно, вот та роль классика и идейного вождя советской уже литературы, в которую он оказался, да, это как бы получилось таким выворачиванием наизнанку того, чего он хотел, да, у него же были такие идеи, он говорил о богостроительстве, о том, что, ну, в общем, о развитии человека, да, а в итоге он стал лозунгов, автором лозунгов в духе, если враг не сдается, его уничтожают и так далее и тому подобное. Ну, для всех советских школьников он был таким-то революционным писателем, проводником таких вот идей, да, защитником, а тут, оказывается, у него было еще романтическое, как вы сказали? Романтическое несогласие, да. Нет, в советской школе тоже проходили же и «Песня о соколе», и «Старуху и Зергиль», там тоже все это есть. Почему-то это второстепенно, да, вот, в его… Нет, не согласны вы с этим? Мне кажется, вот он больше ассоциируется у нас с таким… Ну, просто его, да, уже так музеифицировали, так его отполировали, что вот это, может быть, ушло вот… На второй план, да. Да, но с другой стороны, вся его деятельность, даже в советское время, была связана с тем, что он пытался менять человека, природу человека, я не знаю, там, воспитывать, что-то перевоспитывать, и его самарская деятельность, деятельность, как еще в начале его, там, журналистской карьеры, была связана с тем, чтобы менять общество, менять мир, поэтому, мне кажется, он, в принципе, в этом смысле состоялся вполне. Да, а вот если говорить о самарской деятельности, с научной точки зрения, вот чем он запомнится, вот именно вот этот период его? Какой был акцент, на что был сделан? Ну, во-первых, он здесь из журналиста, никому почти неизвестного, работающего за копейки, превратился, там, во всероссийский известного публициста, да, то есть даже если мерить в деньгах, то он приехал, там, я не помню, сколько копеек за строку, но очень мало ему платили, а уезжал уже в другие издания таким привилегированным автором, там, с большими, по тем меркам, гонорарами, а во-вторых, он здесь действительно утвердился как писатель, опять же, с такой, ну, не сказать, что очень громкой славой, но уже заметный на российском фоне, вот, это если внешняя канва. А если смотреться на то, что, собственно, в Самаре происходило, да, то здесь он писал очень злые фильетоны, он не любил Самару, ругал самарское купечество, ругал... А какое-то известное выражение, которое осталось после него, что это, по-моему, пыльно-грязный город, это ему принадлежит или нет? Или кому-то другому, что-то такое, да? Да, 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 да. Ну, в общем, я думаю, что любой провинциальный город оставил бы у него такое неблагоприятное впечатление, потому что это в целом был человек, который противостоял, да, вот, обыденной действительности. Да, а вот то, что он отдыхал на Капре, это же вот, ну, оторвёмся от Самары, да, это же факт биографического его жизни, да? Да, что в этом плохого? Это вот не против... Нет, вот, опять же, если он позиционировался как вот такой вот защитник советских таких вот догм, да, и вдруг он отдыхает на Капре. Ну, на Капре он начал ездить ещё задолго до революции. Ну, тем более, потом вот это же не как-то... Что человек своим трудом заработал, это возможность. Потом он не только же себя, он же вывозил на Капре своих единомышленников, пытался там целую школу создать, опять же, вот заниматься этим богостроительством. То есть он в этом смысле как раз был всегда, как только у него появлялся какой-то ресурс финансовый или любой другой организационный, он всё пытался действительно обратить на пользу людям, всё время кого-то поддерживал, редактировал безнадёжные тексты каких-то авторов из низов, пытался их выводить в писатели, всё время деньги жертвовал направо и налево. То есть как раз вот в этом смысле он был очень бескорыстным человеком. Ну, там в 20-е годы, когда была полная нищета, разруха, он придумывал проекты, которые могли бы как-то и помогать жить людям от литературы и культуры. Это действительно очень здорово. Это важно. Ну, вообще мы же не спираемся делать какую-то икону из него. И если в первую очередь смотреть на его произведения ранние, то всё-таки это действительно ещё адски интересные тексты. Он же чуть ли... Ну, вы знаете, в русской литературе, если смотреть на Чехова, Тургенева, Толстого, там практически ничего не происходит. Все всё время думают, там вспоминают свою первую любовь 20 лет подряд. Как там или Вишнёвый сад. Ну, срубили. А тут, а у Горького всё время кровь, смерть, там события. Кто-то за кем-то гонится, кто-то кого-то обманывает, мордобой. То есть у него такой а-ля Диккенс, такая вот английская жестокая романтика городская. Да, ну вы как относительно такие современные молодые люди и работники музея, хотелось бы у вас узнать, у вас какой есть любимый музей? Ну, кроме, конечно, самарского литературного, которому вы всё равно неровно дышите. Вот вы, конечно, как профессионалы, посещая музеи какие-то другие, отмечаете там плюсы и минусы. У вас есть, наверное, музей такой, который вам очень нравится. Вот можете сказать? В любом городе, в любой стране. Вот что вас впечатлило? Ну, тут нравится просто какие-то новые подходы, когда ты их видишь. Вот для себя это отмечаете, да? Конечно, да. Ну, вот в этом смысле Андрей Николаевич, конечно, бы путешествовал побольше меня, и, может сказать, наверное, найти примеры какие-то действительно интересные, захватывающие. Но вот в целом, то, чем занимаются современные музеи, может быть очень интересно, действительно. Когда мы приходим в музей, видим какие-то совершенно нестандартные подходы. Потому что, мне кажется, да, как раз вот новое введение в музей, мне кажется, они все время с таким вот так нелегко даются, вот на мое ощущение, не работникам музея. Но мне кажется, что внести что-то такое, какую-то инновацию в музей, это сложно, это интересно, это может быть поддержано какими-то там молодыми людьми, еще кем-то, но вообще это очень сложно делать. Ну, вот в этом смысле очень интересно и показательно, что какие-то любопытные очень инновации вводятся через детский сектор, так скажем, да, потому что ребенок, он более раскрепощен, ему нужно больше интерактивы, ему нужно что-то яркое, эффектное. И в этом смысле вот я видела очень интересные проекты фонтанного дома, это вот музей Ахматовое в Петербурге, дом книги, еще несколько вот выставок Гайдарику они сюда привозили. Это было экспериментально как минимум и очень красиво, дизайнерски разработано, хорошо. И вот надо сказать, что в нашем музее тоже будет скоро открываться, я надеюсь, похожая и по качеству неуступающая выставка, связанная со сказками в обработке Алексея Толстого, вот с фольклором, и делают ее как раз вот петербургские экспозиционеры. Да, интересно. У вас, кстати, вот много идей, вам удается вот воплощать их, потому что проектов даже за прошлый год вот посмотреть очень много, таких вот интересных, действительно новых, которые как-то вот еще где-то не звучали, не слышали. Андрей, расскажите про свой любимый музей, если есть такой, конечно. Про свой любимый, но я-то как раз тоже бы говорил в первую очередь про музей Ахмат, тем более, что вот получается, что мы с ними сотрудничаем, хотя это не совсем уже их выставка, да, то есть это такой музей, который там уже вырастил некоторое количество людей, которые там самостоятельно занимаются проектами. А вот, а кого еще назвать? Тольятти? Я даже не знаю, нет, можно называть, я не могу назвать целиком музеи, могу называть людей или какие-то отдельные события, которые действительно кажутся очень интересными. Такие прорывы, да, в музеях. Да, вот в прошлом году, почему-то про Тольятти Олеся вспомнила, у них действительно очень интересная открылась экспозиция про историю Тольятти в 20 веке. Она и мультимедийная, и интерактивная, и вообще это как бы другой способ думания об истории, да, совсем вот разительно отличающаяся от того, что мы обычно в краеведческих музеях видим. Понятно. Но вернемся все-таки к литературе, к тому, что будет год литературы, вы опять же, возвращаясь к тому, что молодые люди, относительно филологи, скажите, что вы читаете, какую литературу современную, вот личные ваши предпочтения? Ну, вот совсем современного я недавно прочитала последний роман Владимира Сорокина. По-моему, он совершенно замечательный, тоже такой о том, что может быть со всеми нами, с Родиной и с нами. Всем советую прочитать действительно. А как называется? Теллургия. Как? Теллургия. А, Андрей, а вы? Кроме научной литературы, вот современная что-то такое подустала. А я как-то вот немного подустал от современной литературы. И последнее, что я читал из текстов, это были стихи, и стихи Ольги Седоковой. Это, в общем, ну, такой автор, она современная, живая, но это не считается каким-то вот авангардом в смысле формальных новаций. Она, наоборот, как бы больше держится корней. Вот, но мне ее мир очень симпатичен. Вот, ну и кроме того, я волей-неволей, ну, скорее волей, чем неволей, и вот регулярно сталкиваюсь с текстами самарских авторов. Ну, впрочем, как и Олеся и все наши сотрудники. Вот, мне кажется, наверное, вот самое такое актуальное и злободневное, и там с содержательной точки зрения интересное, это вот Виталий Алексеер, то, что сейчас делает, например. Да, 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 очень интересно. И, знаете, еще такой вопрос. В последнее время, особенно накануне Нового года, активизировались фоторологи, вот именно в этом году было очень много рассказов о том, что нас ждет вот буквально в ближайшие там 10-20 лет. А у вас есть свое видение, какой будет литература в ближайшее время? Как все это будет меняться? Тем более, что сегодня этот процесс тоже уже идет, да, как-то вот меняется. Даже вот если Сорокина почитать, да, уже совершенно какие-то новые тексты, да, какие-то манеры и так далее. Ну, да, меняется постепенно, да. И что вы будете делать дальше в своем музее в связи с тем, что вот все меняется в литературном мире? Какой будет вообще литература? Как все это будет меняться? Да, ну, в общем, она будет разной, я думаю. И как раз интересно для нас там, как для ученых, потому что и я, и Андрей Николаевич тоже написали диссертацию, и что-то там защитили, и пытаемся ориентироваться в том, что происходит. И наблюдать за этим очень интересно, и очень интересно это показывать в музее. Я думаю, что проекты, связанные с современной литературой, и вообще с тем, что в культуре сейчас происходит, они у нас будут... А в ближайшее время какие у вас, что, вот остается минуточка буквально, на что нужно прийти в Самарский литературный музей, что могут увидеть горожане? Ну, так вот, мы как раз планируем начать этот год с того, что будем с немного другой стороны показывать наших классиков, в первую очередь Толстого, да, и у нас будет весь февраль эти серии авторских экскурсий, где мы показываем Толстого вот с новых сторон. Во-первых, будет экскурсия художника власти об отношениях Толстого и Сталина, а во-вторых, будет экскурсия Буратино для взрослых, где мы, так сказать, о прототипах этой истории, и даже, так сказать, архетипических основах их психологических, о том, что Толстой лично для себя вкладывал в нее, будем говорить. Будет экскурсия о, так сказать, женском вопросе в творчестве и биографии Толстого. И что еще? Что-то я забыл? Так. Ну, а еще у нас уже сейчас работает выставка про Первую мировую войну, и Алексей Толстого как публициста в этот период. Это очень интересно, действительно, как он менял свои взгляды на это событие, когда он непосредственно был военным корреспондентом, освещал Первую мировую, и когда он уже в 20-е годы пишет трилогию «Хождение по муке». Пока Толстой, февраль Толстой, а дальше? А дальше пойдет уже горький. Дальше у нас, например, нет, еще будет май, будет юбилей Победы, который тоже через творчество разных писателей мы будем показывать. Потом будет летний фестиваль, связанный с реализмом и в самых разных формах, в том числе в современном искусстве. Ну, в общем, очень интересно, желаю вам удачи в реализации проектов, каких-то новых прорывов, новаций, тем более, что вам это удается, и спасибо вам за это большое. Спасибо из участия в нашей программе. Прощаюсь я и с вами, до следующих встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok